В посеюле сделала акцент на двух моментах. Почему работодатель при устройстве на работу не посмотрел социальные сети сотрудника? Это ведь показало бы несовместимое хобби с педагогикой. И второе, внутри школы она бы разработала протокол, вот то, о чем мы говорили, или распоряжение о том, что можно, а что нельзя сотрудникам в паблике. И это страхует от кризисных ситуаций. Ну а вот как отреагировали подписчики на вопрос блогера. Если бы у вашего ребенка был такой учитель, то что? У меня нет ребенка, и мне легко говорить, наверное. И все же где гарантия, что педагоги с волосатыми ногами, у меня такая классная учительница была, не занимаются дома этаким чем-то таким, что не понравится мне, как родителю? Согласна, влияние педагога огромное на ребенка. И это, правда, бесспорный авторитет. А вот мне было бы все равно, что она делает дома за закрытыми дверями, хоть повторяет все оттенки серого, если это не публично. То это ее личное, не касающееся меня дело. Главное, как ее воспринимает мой ребенок. Смотря сколько лет моему ребенку и кто он, мальчик или девочка. Если у меня был бы сын-выпускник, я бы улыбнулась. Но у меня маленькая дочь. С учетом того, что педагог – это модель подражания, то этот человек должен быть бесспорным авторитетом и лидером для тех, у кого восприятие только формируется. Субтитры создавал DimaTorzok